Девушки отдыхают Девушки отдыхают Но история моей семьи хорошо описана в моей книжечке по долгу памяти Где-то под Уфой в Башкирии была при Екатерине Второй организована не только колония, голландская называлась она И работали все мои предки инженерами на демидовских заводах уральских инженерами Но в 1907 году революция первая и рабочий класс там начал постреливать специалистов И одного из моих там по деду братьев там застрелили в окно ночью на постели И поэтому когда позвободнее стало землями в Сибири здесь освоение Ну и царское правительство поощряло это дело Переехали в 1908 году на Алтай Ну родня была большая Там почти все село Петровка вот на Алтае Было составлено из немцев и голландцев Вот так Ну и в 1931 году раскулачили всех почти что Приходили комбедовцы Сдирали с крыши железо Угоняли коней, коров, поросят резали, хлеб выгребали А хозяевам на телеге и поехали на пристань По-моему в Бийске пристань была там И грузили в баржи Набиралось в баржу полторы тысячи человек В повалку на днище баржи Настели на солома И там и так их везли в Сибирь Ну и из моих родственников Как оказалось там Восюган доехала С одной партией они доехали И около Чугунка, около Колпашева Там была деревня сейчас, по-моему, есть там Чугунка И оттуда Ну там промортель создали Но так как она была там Маломощной, потому что не жилье И голод Перешли пешком, значит, в 15 километров Но артель объединения В Новоселово была маленькая артель создана И колхоз уже там Из ссыльных, русских Вот И туда вот попали мои родители Отвели им участок Отец построил домишечко Три на четыре метра такой домик был Я могу его показать У меня есть фотография там Этой старой халупы И так вот до 38-го года Помаленьку оклемалась семья Старший брат пошел сразу же в новую школу В 32-м году Борис Потом Егор Потом Андрей Тут в 33-м году я родился В 36-м еще братишка родился А в 38-м уже Без отца родилась Сестренка Лиза Живет в Подгорном Потому что мать беременная была Отца 5-го марта В день смерти Сталина Как раз Вот арестовали И 17-го июля Расстреляли В три года читать Я начал Пришел в первый класс Учительница меня пересадила Сразу в третий класс Я его кончил Друглым отличником Потом в четвертый класс Ну а потом Эта учительница О которой я поэму писал Вот она По старости уехала в Колпашево Молоденькая пришла А директор Проявил принципиальность Сказал Не может быть Не по закону Он должен ходить Нормальный свой класс И все Я опять в третий класс Я третий-четвертый класс Бездельничал Остальные тоже так учились Отлично все И все потом Ну вот только Старшим не повезло Потому что Как немцев В трудармию В 16 лет Все Вот Борис После семилетки Успел Поучиться Баяны делать Значит У ремесленников Там два брата юговых были Делали баяны Музыкальные инструменты Он у них поучился Его направили в школу Лыжного производства В 41 году Он закончил Трехмесячные курсы И наладил производство Лыж Там станки Становок даже сделал Палки лыжные Точить Такой Токарный станок И его в трудармию призывали Потом Егора так же После семи классов Никуда не пустили Вот На быках возил лес В артели Березу На лыжную На лыжбалванку А потом Значит Его в трудармию взяли Тоже на шахту Но он с шахты ушел Незаконным образом И так Потом Оказался на Сахалине Ну тоже специалист Классный был По всем видам Техники О семье Что только можно сказать Значит Там Новоселова В школе Музей Мой Тоже Однокашник Папе-дучилища Десятых Иван Ильич Вот Организовал И вот там Прошлым летом Отмечали 80 лет Новоселова Меня приглашали За мной послали Волгу Но она сломалась И так Я не доехал туда Не приехали Они по дороге Сломалась Машина И вот они Я не побывал На юбилее Хотя юбилей Строился там В основном На примере нашей семьи Потому что Мать одна Нас шестерых Все мы кончили Одну школу Новоселовскую И ни одну четверть Не закончили Четверкой даже Одни пятерки Все Когда На юбилее школы На 65-летней школе Я был Значит там Директриса молодая Не поверила Что может быть такое Чтобы одна мать Воспитала Шестерых Все кончили Только отлично Но у нас такой Закон в семье был Все У нас висел ремень Отцовский На гвозе На косяке Вот Если я получал Четверку Допустим Вот неси сюда Почему ты такой дурак Что не мог На пятерку Все Она говорила Не будете учиться На одни пятерки Хвосты быкам Крутить будете Всю жизнь И никто Никто не будет вас Уважать Это вдолблено было Так что надо Всему учиться Вот мы там Вот Ну там Как школьниками были У нас был свой Оркестр Значит тут На стене висела Балалайка гитара У нас потом Мандолина появилась А потом еще и скрипку купили Вот Чтобы все дети Умели что-то играть Значит тут Мы там Вечером выходили Вся деревня приходила Босиком Ну танцевали Танцы были Босиком Вечером На дороге Прямо там Около нашей Изгороди На лавочке Мы сидим Играем Там Дед дома Скрипки делал Сам со скрипочкой Пришел Украин Подыгрывал С нами Ну такие мелодии народные Плесовые Всякие Частушки Ну А так Из училища У нас Наравне Был главным предметом Это музыка Рисование Причем Преподаватели Были Сыльные Ученые Нет Настоящие То есть Художник был Суворов Вот Которого там Показал он дома Там В комнатушке В общежитии жил Из Ленинграда Его выслали Значит По политическим Каким-то мотивам Там Я не знаю За что Там Не так Рисовал Что ли Там Но он Рисовал Портреты Гомоносова Портреты Вот он Даже везде Там Экспонирует Оказывается Суворов Значит Владимир Вот Ну и там Здорово Рисовал Как настоящее Был Членом Союза художников И вот Он нам Преподавал Мне говорил Тебе только Иди Художники Преподавать Музыки Давай По народным Инструментам Музыку Иди Там Значит Пение Было Тоже Рисование Там Вот основные Были предметы Как наравне С историей КПСС В дипломе Они отмечены Все Поэтому Подготовку Педучилище За 4 года Дало Мощную Начиная С музыкальной Грамоты Даже с первых Курсов Мне потом В школе Когда Израяно Пришел в школу Сахе Директор Говорит Что тебе надо Чтобы у нас Заиграли ребята А музыкальной школы Не было Чтобы маленько Так Мозги Культурные Направить Говорит Говорит Очень надо Комплект Срунного оркестра Домрова Классического Он поехал В Томске Добился 36 инструментов Полный комплект Срунного оркестра Привез Я 36 ребят Набрал И так С ними Нотную грамоту Давай обучать Их Созов Конечно Все И к Новому году Мы там Первые В Осаду Левогородицы Играли на концерт Это было уже Ну как Для Каргаска Интересно Просто было Ребятишки Сели За инструменты Играют На каких-то там В бренчалках Как это Они говорили Ну Одним словом Как война Началась В 41-м Пошел в школу И так Мы по-немецки Дома Никто Больше Ни слова Все И Она заставляла Нас на ночь Там молитву По-своему Читать А тут Я пришел Первый день В школу Мамы Бога Нету Ах ты Безбожник Еще один Нашелся Привет Делай мне Веревки В угол Теленок Запечка Я тут Теленка В углу Привязанный Не уйдешь Пока Не попросишь У Бога Прощения Не буду Ты сама Учила Слушаться Учительницу А она Сказала Что Бога Нету Вот Все Вот И я В октябре Буду Вступать Так Она Заплакала Все Еще Одного Безбожника В свет Выпустила Там Она Переживала Что Все Безбожники Выросли Теисты Коммунисты В основном Тут у нас Андрей Был Коммунистом Петр Коммунист Я Коммунист С 57 Года Тут Враг народа Немец А война Началась Там Вообще Немцы Вот Там Председатель Руководитель Артели Говорил Ты Говори Спасибо Что Еще Ученики Школу Ходят Не Расстреляли Мы Не Закопали Вот Военный Налог Вдвое Втрое Больше Там Займы Военный Что Не Заработает До копейки Отдать А мы Вот Она Сидела ночами Из льняной нитки Сама пряла На величине Вот Там Потом Прялку Старший сын Сделать Успел Ей Там Такую Ножную Там Вот Лен Лен Это Там Насушила Молотила Там Все Что Только Льном Там Как Трудодень Давали Одним Словом Килограмм Два Льна Хватало Чтобы Там Связать Штаны Трико Такие Из льняной Нитки Там Как Дратан И вот Мы Ходили В школу И деревянные Шлеры Были В этом Не на что Было Только В третьем Классе Мать Сказала Ну Уже Сколько Могут Дети Болеть Вот А все Болезни Нас Прошли Болерея Сказала Одним Словом Все Детские Болезни Плюс Молерея С первого По седьмой Класс Каждую Весну Там Нас Мучила Меня Андрея Больше Всего Там И ходили В любую Стужу До школы Бегом Километр В деревянная Носочек От старых Ботинок На чердаке Нашли Отцовские Там Рваные Ботинки Пришивали Сами Прибивали А летом Лапти Из Тольниковой Коры Брат Старший Научился Плести У деда Брал Уроки Как плетут Лапти И ходили В лаптях Коров Деревенских Нанимались Ну А так В школе В сентябре Не учились Работали Но все время В пионеры Принимать Сразу Кто твой отец На учительнице Старенькой Отвечай Отец Сталин Дедушка Ленин В пионеры Приняли Первый вопрос Сразу же Совет отряда Принимает Перед отрядом Кто твой отец Твой отец Сталин А дедушка Ленин А как Тут уже Директриса Зааплодировала Все Молодец Пионеры Годишься Значит Вот Так вот И хитрить Приходилось Учиться дальше Почему Сумели Я Андрей Я и Петр Ну Петр Уже Опослабление Попалось Пошло уже Там после 53-го года Когда Берию Расстреляли Уже Легче Было Ему Там Но И все Равно Он еще Попадал Потому Что 16 лет На учет Брали В комендатуре А я Кончил Восьмилетку 15 лет Круглым Отличником Без экзаменов Вот Так и Петр поступил И Андрей Так же Поступил Без экзаменов Пришли Документы Дали Пятер Круглый Отличник Все Без Экзаменов А потом Когда 16 лет Исполнится Меня в комендатуру Узывает Как ты смел Без разрешения В 16 лет На учет Я пришел Вставать На учет Все На учет Поставили Но уже Как студент Я был Студентом Уже все Им права Такого Не давал Даже Не бери Никто Чтобы исключать Из предучилища Допустим Вот Ну нарывался Несколько раз Я там Там разрешалось 6 километров В радиусе 6 километров Можно было Без разрешения Комендатуры Отлучиться Еще Пройти Вот Но это Сделано было Потому что Рабочие места В леспромхозах Были Иногда И больше 6 километров Вот От населенного пункта То есть В тайгу Могут Ходить Там 6 километров По грибе Сходить А так А тут Сессия идет Между экзаменами Три дня Значит Вот От дома Сено кончилось Матери надо Было А все На корове Живо Возили Ну вот Там Я Три дня Убежал На лыжах Там Встал Пошел Там 15 километров Не расстояние Привез Привез Сено На корове Вот Дров Съездил В лес Долготьем Привез Там Значит Попилили Там Еще Сестренка Да с матерью Там Прихожу Из училища На экзамен Первым Сюда Билет Брал Взял Билет Сразу Значит На бумажке Сразу Написал Математика Дорвалась Легко Ну и Вот Вдруг Взрывает К директору Педучилища Крупнов был Вот Участник Войны И все Тебя вызывают В комендатуру Ты нарушил Режим Ну я пришел К комендант Он Нарушил Ты расписку Давал 25 лет За нарушение Режима Значит Давал Ну Я говорю Только дайте Сдать экзамен Пойти Мне так А какой предмет Я говорю До приеметра Да я же там Заочно учусь Тоже Тоже сессии У нас будет Ты хорошо знаешь Я говорю Знаю Раз Дверь закрывает Достает учебник Геометрии Вот Весь учебник Все теоремы Целых часа Три-четыре Больше Наверное Значит Вот Я вот с утра Ушел Четырем часам Пришел Вторая смена Сдает экзамены Захожу в класс В педучилище Захожу На стене Приказ Вот Исключитесь Педучилище В Аркентина Якова Борисовича Учащегося Второго курса За нарушение Режима НКВД Вот тебе и на Вот Я к директору Сразу пришел Говорю Борис Александрович Какой же вы трус Оказывается А медаль носите За отвагу Неотважный Комендант Мурзина Испугались Лейтенант Этот Вы трус Ну я уйду И говорю Из педучилищ Только Вас буду презирать Всю жизнь Как труса Последнего А не как участника Героя Войны Все И ушел От него Вот Пошел А там комитет Комсомола Профсоюзный комитет Все Горьбой К нему К директору Вот И навалились Как на него Что мы тоже уйдем Все Сладим Слово Запастолку Так Уйдет В Аргентин Мы уйдем Все У нас Отличник Он учится Хорошо Все И в самодеятельности И в оркестре Солист Все Как За что Что он К матери Сходил Вот так Все Приказ Заменили Оставили Строгий Выговор Все таки Влепил Он мне Строгий Выговор Но это уже Ничирий Заживет Ладно И так И так И окончил Педучилище Но потом Уже больше Не нарывался На всякий случай Ходил Там Где сейчас Колпашево Яр Размыли Уже там Не дома нету КВДшного Двухэтажного Ничего нету Ну вот Такие вот Были Ущемления Такие моральные Сейчас потом Оставался след Невинная Детская Память Сквозь жизнь Протянула Нить Кто-то В дверь Барабанит Требует Дверь Открыть Их лет Полночные Страхи Явью Ломятся В дом Отец Растерянный В белой Рубахе Предматерью Будто Виновен В чем Не плачь Это просто Ошибка Я утром Домой Приду И сломанная Улыбка И слезы У нас Наведу Он Сонных По вихрам Гладит Нас пятерых Мал-мала Шестую Одну сестренку Мама потом Родила Беременную Оставил ее В эту ночь Отец Словно Горем Придавлен Коптит На столе Святец А в Холупенке Тесной Все Кувырком Какой-то Солдат Неизвестный Книги Мнет Каблуком А сам В соломе Постельно Ищет Не зная Чего Вы что Совсем Одурели Мама Ругает Его Книги Ведь это Святыня Грех Вам Ногами Топтать Хлопнула Дверь И отныне Папу Врагом Стали звать За все Про что Неизвестно Куда Не стучись Стена Только В ответ Повсеместно Врагам Дорога Одна Привыкшая К правде Во благо Судили мы Так Истяк Отец Артельный Трудяга Какой он Отечеству Враг Но Двадцать лет Два слова В ответ Враг Народа Враг Народа А с Трибун На все Голоса Равенство Братство Свобода Так Так Трибун И память не ради интриги Хранит хоть я сам постарел В ту ночь, где топтали книги Отца уводя на расстрел Кричу сегодня поэтому Нельзя забывать ни на миг Миллионы крестьян и поэтов Убитых и сжитых со свету И этих растоптанных книг Вот такое сектурение про отца написал так